Кондиционер Здравствуйте! Комфортно жить не запретишь! И кондиционер сегодня один из атрибутов современной жизни. Вот когда в летнюю жару вы не включаете кондиционер, то при плохой терморегуляции вы рискуете как минимум тепловым ударом и обезвоживанием организма. А также обострением желчекаменной болезни или вегетососудистой дистонии. Проявлением венозной сеточки чаще всего на ногах. Либо обострением варикозного расширения вен. Перенапряжением работы сердца или риском тромбозных сосудов. Однако, когда в летнюю жару вы все же включаете кондиционер, одновременно могут проявиться сразу несколько других опасностей для вашего здоровья. В основном со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Которые также могут угрожать не только вашему здоровью, но и вашей жизни. И чтобы лишний раз не рисковать жизнью и здоровьем. Смотрите это видео до конца. В нем я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Автор сотен видео на канале youtube. Про правильное питание, здоровый образ жизни, профилактику, лечение, средствами народной медицины, фарм препаратами. Подскажу вам, как же все-таки сделать кондиционер полезным для вашего здоровья. Смотрите видео дальше. Многие знают, что область теплового комфорта достаточно узкая. И расположена в диапазоне от плюс 18 до плюс 24 градусов по Цельсию. И возможных вариантов всего 7. Но! Если все было так просто, я бы не писал это видео. Какую температуру выбрать лично вам, вы знаете? Ответ не такой простой. Тем более, что правильный ответ для многих, при определенных условиях, выходит за пределы этого диапазона. Поэтому смотрите это видео дальше. Все кондиционеры при охлаждении воздуха его высушивают до влажности 20-30-40%. И чем ниже температура воздуха в помещении, тем меньше с ним в организм поступает воды. А в собственно легкие воздух попадает не только нагретым, примерно до 40 градусов, но и увлажненным почти до 100%. И чем в большей степени отличаются эти параметры от того, что вы поставили на своем кондиционере, тем более напряженном режиме работает ваш собственный кондиционер, подаренный вашими родителями. Это нос и придаточные пазухи. В которых воздух не только согревается и увлажняется, он еще и очищается шестью парами саморегенерируемых фильтров. Мощность которых ограничена. И зависимо от множества условий. Основное из которых запасы воды в организме. Ну вне отеков разумеется. Соответственно более значимые запасы воды в вашем организме должны быть созданы до включения кондиционера. И с этим связаны основные особенности безопасного использования любых кондиционеров. Когда вы включаете кондиционер, вы должны понимать, что воздух не просто станет более прохладным и более сухим. Чем в большей мере отличаются теперешние условия от тех, которых вы были ранее, тем в большей мере вы должны быть уверены в том, что ваш организм успеет перестроить систему охлаждения и очищения. С преимущественного удаления воды через кожу, где вода выделялась через потовые железы, одновременно выполняя роль и охлаждающего агента, и среды для удаления части водорастворимых токсинов. И перестроиться на удаление части воды для охлаждения через органы дыхания, а части воды в основном через почки. Причем при этом есть еще как минимум две очень важных цели. Образующаяся в органах дыхания мокрота должна оставаться жидкой. Иначе как минимум обострение ринита, назофаренгита, танзелита, а как максимум еще и трахиита, бронхита, пневмонии, которые легко возникают с помощью кондиционера, если вы не знаете как им правильно пользоваться. Как изменить свой образ жизни, свою систему питания в соответствии с изменившимися условиями окружающей среды. А также количество мочи должно быть не просто достаточным для очищения крови через почки, но и чтобы не попасть на обострение цистита, уретрита, простатита. Ну как минимум. Чтобы эти ситуации не возникли с вами, вы должны знать первые признаки недостатка воды в вашем организме, о которых я расскажу прямо сейчас. Первые признаки недостатка воды в организме в условиях работающего кондиционера очень важно знать. Если в летнюю жиру вне кондиционера на улице признак очень важный. Это сухость во рту. Он говорит о том, что вода в вашем организме мобильная еще есть. Но резервы ее начинают заканчиваться. И неплохо было бы их пополнить. Если вы все делаете правильно, чувство жажды вас не посещает. Потому как чувство жажды это жесткий сигнал. Это практически красная карточка вашему организму. Когда он находится на грани. И в любой момент сердце либо сосуды могут дать жесткий сбой. Не доводить до чувства сухости во рту летом я бы не советовал. Это очень хороший индикатор. Безопасный индикатор. Но если вы пьете в больших количествах разные напитки. И сухость во рту у вас не появляется. Да, вы активно потеете. У вас идет мочеиспускание. Вы находитесь в безопасной ситуации. Но! Перенапрягается опять-таки сердце и сосуды. Они перекачивают чрезмерное количество жидкости. Избыток, который сбрасывается разными путями. И в этом случае вы немножко своему здоровью вредите. А вот в случае работающего кондиционера сухость во рту редко появляется. А первый признак недостатка воды. Это заложенность носа. Она говорит, что ваш личный кондиционер не справляется с тем темпом увлажнения и согревания воздуха. Который ему предоставлен. Поэтому если у вас заложенность носа возникла на 18 градусов ставьте 20. Если на 20 ставьте 22. Если на 24 ставьте 26. Выходите из зоны теплового комфорта. Потому как ваш личный кондиционер не успевает за теми условиями, которые вы ему создали. Вы слишком экстремальные условия создали своему организму. Потому что заложенность носа, да понятно. Воздух увлажняется и согревается не просто чем-то. Увлажняется кровью. В которой должна быть мобильная вода. А кровь доставляется по сосудам. Больше нужно увлажнять и согревать воздух. Больше прилив крови к вашему кондиционеру. Увеличился приток крови. Сделалась более мощная слизистая оболочка. Более толстая. А просвет он конечен. И чем более отечная, в данном случае она будет отечная, слизистая, тем больше степень заложенности носа. Но не стоит здесь ожидать далее. Пока заложенность носа возникнет в такой степени, что вы не сможете дышать через нос. Вы должны до этого поднять температуру на своем кондиционере выше. И пополнить запасы воды. Если заложенность исчезла, вы все сделали правильно. Если заложенность сохраняется и дышать через нос становится сложно. Вы вынуждены открыть рот. И вот здесь ваш кондиционер практически выключился. Вы вдыхаете холодный и сухой воздух. Появляется боль в горле. Может измениться тембр голоса. Может появиться покашливание. Это отек слизистой. Опустился ниже. Ваша ринз пытается уже в трахеи, в бронхах выполнить то, что он легко и просто мог сделать носоглотки. И вы рискуете очень жестко. Не только уже ринитом, либо танзелитом. Но и трахеид, бронхит, трахеобронхит, пневмония. По выбору любая жесткая проблема с органами дыхания. Поэтому так делать не стоит. И пополнять запасы воды нужно своевременно. Но вы можете улучшить свой кондиционер, который вы купили. Да, можете купить увлажнитель воздуха и увлажнять воздух в помещении. Поднимите выше 40-50 процентов влажность. И чем выше будет влажность воздуха в помещении, тем легче работать вашему собственному кондиционеру. Меньше воды нужно тратить на увлажнение воздуха, которым вы дышите. А можете увлажнитель соединить с кондиционером. И под поток воздуха, который дает кондиционер, поставьте просто емкость с водой. Воздух, проходя мимо воды, будет частично влагу забирать. И воздух будет увлажняться автоматически в вашем помещении. Любой путь возможен в данном случае. Но при такой коррекции вы реально можете сделать кондиционер полезным для вашего здоровья. А вот каким образом не стоит охлаждать себя даже при самом хорошем кондиционере? Я расскажу прямо сейчас. Если вы из супер жарких условий попали в помещение, где работает кондиционер. Все равно продолжайте использовать его по прямому предназначению. Которое состоит в охлаждении воздуха в помещении. И поддержании заданной температуры, а не охлаждении предметов. Конечно, после летней жары очень здорово несколько минут постоять под струей холодного воздуха, который выходит из кондиционера. Но! Вы должны понимать, что если на нем стоит 18, то воздух будет значительно прохладнее. И очень легко вызвать как местный воспалительный процесс в виде миозита, радикулита. Так и жестко перестраивая систему терморегуляции, которую я сказал раньше в этом видео. Отмотайте к началу, посмотрите, обновите информацию. Жестко идет перестройка удаления воды на охлаждение организма. И легко обострить бронхит, пневмонию и другие заболевания органов дыхания. Поэтому этого делать не стоит. А что очень важно? Очень важный момент. Все говорят, пейте больше воды. Но! Вы уже знаете, в этом видео я об этом рассказал. Какой индикатор вы должны отслеживать. Чтобы понимать, правильно вы пьете воду или неправильно. Потому как больше воды – это и глоток, и ведро, и цистерна. Это все больше, чем вы пили раньше. Вот вопрос, насколько больше, вы теперь знаете. Но! Вода – это только один компонент в системе. Да, он важный. Он основной. Но работает еще и еда. Работает еще ваш пол, ваш возраст. Работают те заболевания, которые вы имеете. Поэтому это видео я буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А видео о том, как правильно питаться в условиях летней жары, когда вы периодически попадаете в кондиционированное помещение. Топ-5 продуктов, опасных для вашего здоровья в этом случае. И топ-5 рекомендуемых продуктов, которые вы должны употреблять, чтобы ни работающий кондиционер, ни летняя жара ваше здоровье не нарушали. А также условия, как правильно выставить температуру на кондиционере в зависимости от вашего пола, от вашего возраста, от вашей профессии и от других переменных условий, которые так или иначе влияют и на ваше здоровье и на способность достичь активного долголетия. До новых встреч на моем канале. И если вы считаете, что это видео принесло вам пользу, не забудьте поставить лайк, отправить его своим друзьям, знакомым. Потому как предупрежден, вооружен. И кондиционер можно и нужно использовать в своем быту, но правильно. До новых встреч на моем канале.